С именем Аллаха Милостивого, Милующего. Мир и благословение посланнику Аллаха. В истории ислама важное место занимает Древняя Персия, огромное государство в Юго-Западной Азии, которое включало огромные территории. В состав этой империи входили Ирак, Азербайджан, часть современного Афганистана, Туркмения и множество других стран. Несколько веков она вела борьбу за мировое правление с другой огромной империей – Византией. Однако по воле Всевышнего Аллаха Персия в течение нескольких лет перестала существовать по причине исламских завоеваний. Завоевание Персии началось в 12-м году по хиджри, а закончилось в 26-м году, то есть мусульманам понадобилось всего 14 лет для покорения великого государства персов. Часть персов приняли ислам и стали правоверными мусульманами, другая часть, к большому сожалению, осталась верна своим прежним убеждениям. Многие из них питали ненависть к религии Аллаха и мусульманам, поэтому с их стороны были попытки вести борьбу против мусульман. Однако борьба не дала результатов, поэтому они выбрали другой, более коварный путь. Они решили принять ислам внешне и бороться с религией Аллаха изнутри. Поэтому основные смуты в истории ислама появились именно на захваченных мусульманами городах Персии. Большинство заблудших течений сект появились в этих городах. Заблудшие мазхабы в Акэде и Фикхе возникли на этих землях персов, и это не случайно. Вся эта ересь планомерно внедрялась в общину мусульман, чтобы сбить их с прямого пути. К примеру, шиизм, центром которого является современный Иран, имеет множество ответвлений сект. Кроме исламских сект, в этой области возникли также различные религии верования. Например, бахаизм, который является смесью различных религий. Основателем этого вероучения является бахаулла, который почитается как последний в ряду явителей бога или богоявлений. То есть тут явно проявляется обожествление последователями этой религии своих посланников. Также на бывших землях Персии возникло религиозно-политическое движение, которое получило название «бабизм» в честь его основателя Али Мухаммада Ширази, имевший титул «баб». И не только течение секты и религии. Возникали целые враждебные государства на территории Древней Персии. Они, конечно же, называли себя мусульманами и признавали пророка Мухаммада алейхиссалату ассалям. Но фактически к религии Аллаха они имели очень далекое отношение. К таким государствам относятся сафариды, буиды, которые смогли в свое время даже поставить аббасидов в зависимость от себя. Но и самое известное государство – государство сафивидов, территория которого включала территории современных Азербайджана, Ирака, Армении, Грузии, Туркменистана и множество других стран. Очередной угрозой и смутой для мусульман, возникшей на территории Древней Персии, стало религиозно-военизированное формирование ассасинов, которые являлись фанатично настроенными представителями движения исмаэлитской ветви шиизма. Все названные нами смуты – лишь часть той угрозы, что возникла на территории Персии. Эта угроза началась в самых первых дней завоевания и продолжается до сих пор. Кроме того, она будет продолжаться еще долгое время в будущем, согласно тому, что говорил наш любимый пророк Мухаммад алейхиссалату ассалям. В одном из хадисов, который приводится от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволенными Аллах, говорится, что однажды посланник Аллаха алейхиссалату ассалям показал в сторону Востока и сказал «Вот здесь смута, там, где выйдет урок шайтана». Ради объективности надо отметить, что в этих землях вышло также большое количество ученых, которые внесли огромный вклад в распространение ислама. Среди них имамы Аль-Байхакки, Фахрудин Арази, Анни-Сабури, Аляс-Бахани, Аль-Багави и множество других, да помилует их всех Аллах. Однако это не отменяет того факта, что самые большие угрозы для мусульман возникли именно на территории Древней Персии. К тому же пророк алейхиссалату ассалям сообщил, что угроза эта продолжится до самого судного дня, а самыми великими смутами Востока будут появление даджаля и следование иудеев Ирана за ним. Первое из самых великих смут – появление даджаля, который выйдет в Харасане на территории современного Ирана. В достоверном хадисе, который передал Абубакар Ассидды, когда будет доволен им Аллах, посланник Аллаха алейхиссалату ассалям сообщил, поистине даджаль появится на земле Востока, которая называется Харасан. За ним, за даджалем, последуют люди, лица которых будут подобны обшитым кожей щитам. Под Харасаном здесь подразумевается область, которая частично находится в Иране, Афганистане и Туркмении. Второй смутой в этих землях перед днем суда станет то, что иудеи Асбахана, которые находятся на территории современного Ирана, последуют за даджалем. Кроме того, есть даже упоминание о том, что иудеи этой местности будут составлять большинство войска антихриста. В сборнике имама Муслима, да, помилует его Аллах, передается хадис, в котором посланник Аллах, алейиссаляту вассалям, сказал, за даджалем последует 70 тысяч иудеев в плащах из Асбахана. Все эти пророческие сообщения не являются обычной информацией, которой можно пренебречь. Это те сообщения, на которых строится акида мусульманина и которые необходимо тщательно изучать, чтобы избежать той опасности в будущем, от которой предостерегал нас посланник Всевышнего. Алейиссаляту вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok